Приготовим классику всех паст мира, пасту карбонару. Отойдем от привычного для всех рецептов России со сливками, они нам сегодня не понадобятся. Необходимые ингредиенты. Паста, в нашем случае спагетти, 2 яйца, сырокопченый бекон, сыр пармезан и перец. Итак, начинаем. Сначала нарезаем бекон. Бекон режем примерно как на видео, мельчить сильно не стоит, но и крупные куски тоже будут не к месту. После натираем сыр. Для этого есть специальная сторона на терке, которой вы наверняка ни разу не пользовались, с маленькими выступающими наружу шипами. Сыр должен превратиться в мелкую крошку, как снег. Так он быстрее и легче превратится в соус в процессе приготовления. Паста карбонара обязана своему названию и происхождению шахтерам из итальянской провинции Лацио. Карбонайо переводится с итальянского как шахтер или угольщик. Трудившиеся в суровых дворных условиях вахтовым методом рабочие, придумали блюдо, для приготовления которого можно было использовать любосенные продукты. Субтитры создавал DimaTorzok Далее подготовим основу соуса, яйца. Нам понадобится 2 желтка и 1 белок. Субтитры создавал DimaTorzok Все аккуратно смешиваем в однородную массу. Переходим к обжариванию бекона на хорошо разогретой сковороде до золотистой корочки, чтобы и жир растопился и вкус копчености был достаточно сильным. Вообще, в Италии насчитывается несколько сотен видов пасты. Кто-то называет цифру 300, а кто-то более 600. В России не заморачиваются, спагетти или перед вами, или пине. И тем не менее, разница есть. Потому как разные виды пасты сочетаются с разными видами соусов. Например, паста Волосы Ангела, самая тонкая паста, лучше всего сочетается с легкими соусами и морепродуктами. Букатини подойдет для соусов из томатов, сыра Пекорино и Гуанчали. Так называют сыровяленые свиные щечки. Компанелли, короткая паста, похожая на колокольчик, отлично подходит к густым, мясным и сырным соусам. Эту пасту нужно хорошо перемешать перед едой, чтобы каждый колокольчик наполнился соусом. А вот, например, фарфали или бабочки, которые в России еще называют бантиками, обычно подают с морепродуктами и овощными соусами. Совсем редко с густыми мясными. Субтитры сделал DimaTorzok Вернемся к карбонаре. Откладываем в сторону пожареных леком и отвариваем пасту. Отвариваем, как указано на упаковке, обязательно до состояния альдента, не переваривая. Забудьте о тех макаронах, которые готовила вам мама в детстве. В пасте макароны должны быть слегка недоварены. В классическом рецепте обязательно используются спагетти. Но, как показывает практика, в ход идут все виды паст, главное, чтобы были из твердых сортов пшеницы. Несколько фактов, связанных с карбонарой в Италии. Например, обычный итальянец съедает в год около 25 килограммов пасты карбонара. Стандартный день местного жителя не обходится без этой еды. Блюдо подает в самом начале трапезы на первое. Местные даже называют закуски антипастой, что означает подача перед пастой. Для блюда, как правило, выбирается глубокая и большая тарелка с полями, как у шляпы. Прекрасным дополняющим блюдо-вариантом будет вино, помогающее лучше переварить пищу. Поскольку дубильные вещества, входящие в состав напитка, впитывают жир от еды в себя. Результат превзойдет все ожидания. Подбирается вино специально под соус. В данном случае такая еда гармонирует как с белым, так и с красным вином. Универсальные представители обоих направлений – каберно-совиньон или шардоне. После того, как паста сварилась, снимаем с плиты и небольшую часть воды, в которой варилась паста, добавляем к бекону, который уже снова находится на плите. Сливаем макароны и, не промывая, отправляем на сковороду. Немного смешиваем. Далее добавляем пармезан и яйца. И убираем с плиты, активно перемешивая блюдо. Все составляющие перемешиваются между собой и превращаются в соус, который даст неповторимый вкус карбонары. Продолжение следует... Выкладываем на высшую упомянутую тарелку. Еще немного сыра пармезан. Немного перца. Бокал шардоне и наслаждайтесь. Приятного аппетита. Подписывайтесь, ставьте лайки и колокольчики, чтобы не пропустить новые видео. Подписывайтесь, ставьте лайки и подписывайтесь, ставьте лайки и подписывайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok